Визит чрезвычайного и полномочного посла Турции в Кыргызстане Дженгис Камил Фратов, село Урок Чуйска области, стал поводом для вызова его в Министерство иностранных дел. Внешнеполитическое ведомство призвало его проявлять сдержанность и уважение к национальному законодательству и вручило послу ноту. Министерство иностранных дел Кыргызской республики призвало посла Турецкой республики своими действиями не вмешиваться во внутренние дела Кыргызской республики, проявлять сдержанность и уважение национального законодательства Кыргызской республики. Во время праздника у Роза Айт в селе Урок произошел конфликт местных жителей, который начался с обычной потасовки подростков. В тот день в село почему-то поехал и посол Турции. Как он позже объяснил журналистам, прибыть на место ему пришлось по зову беременной сотрудницы их посольства. Мол, она находилась в Уроке, испугалась и попросила забрать ее. Мы также повестили министерство внутренних дел капитана и сказали, что наша сотрудница находится в этом селе. Мы попросили помочь и приехали. Конечно, мы приехали ради своей сотрудницы. Аynı zamanda, buradaki ерель халк, Кыргыз халк, мы приехали, что мы переговорили с местными жителями. Может быть, у них были бы какие-либо нужды касательно больницы и так далее. Если им что-либо нужно, мы хотели бы спросить, может, нужна вам наша помощь. Что интересно, находившаяся в селе Урок сотрудница посольства даже не гражданка Турции. Она гражданка Кыргызстана. В Урок поехала даже не к чужим людям, а к своим родственникам на праздник. Поездка посла Турции в зону инцидента вызвала возмущение в обществе. Его действия расценили как вмешательство во внутренние дела страны. То, что Джингис Камил Фрад нарушил дипломатическую этику, говорят и эксперты. Мало того, что он взбудоражил местных, так еще и рисковал сам. Случись с ним, что международного скандала было бы не избежать. Бывший посол Кыргызстана в Турции Мамбеджуну Сабылов считает, что на дипломатической службе права граждан защищают консул, а не посол, если таковое требуется. Поэтому МИДу Турции следует принять жесткие меры в отношении своего сотрудника. Никакого повода нет, чтобы там турецкий посол прибыл. Потому что там ни одного гражданина турецкого не пострадал. Если бы пострадал гражданин Турции, я могу сказать больше, значит, это дело не посла, а дело консула. Консул защищает интересы граждан. Они не чрезвычайно посол защищают, он должен был направить тогда консула, уточнить гражданство этих людей. Почему они здесь прибыли, почему они попали в такую ситуацию, да? Здесь никакого отношения не имели. В турецкой стороне никакого отношения не имели. А тут он пришел и чуть ли вот он не зажег спичкой, да? Я в Турции. Я в Турции сейчас. Я в Турции сейчас. Я в Турции сейчас. В целом, имя Дженгиз Камил Фурата оказывается в центре скандала не первый раз. Ранее, 12 мая, он обрушился с упреками на муфтия Кыргызстана Махсатпека Токтомушева, который пригласил его на Ифтар во время поста в месяц Рамазан. Скандал посол учинил после того, как увидел на мероприятии бывшего руководителя сети школ Сапат. «Выбирайте – либо Турция, либо террористическая организация», – заявил он, покидая тогда зал, напоследок напомнив о построенной на 35 миллионов долларов мечети. И в МИД посол вызван уже тоже во второй раз. В 2018 году, после визита президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, он заявил, что здание сети школ Сапат планируется передать государственному турецкому фонду Маариев, хотя подобных переговоров на официальном уровне не было. Эльнура Бекпасарова, Рахат Джанубекова, Диас Сакимбаев, НТС.